В ожидании Дональда, как Трамп меняет геополитику и почему Америку не спасти? Мысль о победе Дональда Трампа на выборах в США приводит европейских лидеров в ужас. Западные аналитики рисуют мрачную картину будущего, в котором Трамп отказывается от поддержки Киева, сбросив бремя ответственности на плечи европейцев, и разворачивает против Евросоюза полномасштабную тарифную войну. Между США и ЕС искрило еще во время первого президентского срока Но тогда у европейцев были силы держать удар. Однако за минувшие три года ситуация кардинально изменилась. Нынешняя американская администрация окончательно лишила ЕС политического и экономического суверенитета. Сможет ли теперь Европа, будучи ослабленной и уязвимой, противостоять своему заклятому союзнику. Украина как побочный ущерб. Как Трамп меняет геополитику? До президентских выборов в США остается еще немало времени. Но Дональд Трамп уже сейчас оказывает влияние на американскую внешнюю политику. Так, по указанию Трампа, республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине, пишет Financial Times. Шансов на то, что военная помощь Украине пройдет через Конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году становится все меньше, полагает издание. И если Киев не получит финансирование, то последствия для него могут быть катастрофическими. Украина уже сейчас страдает от нехватки боеприпасов. В этом году снарядный голод станет еще более ощутимым. Одной из позитивных новостей для Украины стало соглашение стран ЕС о предоставлении украинскому правительству финансовой поддержки в размере 50 миллиардов евро. Однако оказать военную помощь Киеву Евросоюз не может. Производственные линии в Европе пока не в состоянии восполнить нехватку боеприпасов, возникшую по вине американцев. Однако Трамп и его сторонников из Республиканской партии проблемы украинской армии, похоже, не волнуют. Нежелание республиканцев предоставить новую помощь Украине отчасти вызвано искренним скептицизмом по поводу войны, пишет Financial Times. Но в основном такое промедление объясняется гораздо проще. Трамп не желает давать Байдену ничего, что тот может преподнести как победу перед президентскими выборами. Трамп, очевидно, намерен продвигать идею о том, что Байден несет с собой хаос и неудачи, начиная с южной границы и заканчивая Кабулом и Киевом. Если свобода Украины и безопасности Европы станут побочным ущербом, в стремлении Трампа вернуться в Белый дом, бывший президент, похоже, считает это приемлемой ценой, которую стоит заплатить, пишет Financial Times. Те силы в Вашингтоне, которые серьезно относятся к глобальному лидерству США, по понятным причинам испытывают потрясение. Сенатор Марк Уорнер, возглавляющий Сенатский комитет по разведке, написал в соцсети X. Если мы не выполним свои обязательства перед Украиной, не останется ни одной нации дружественной или враждебной, которая снова полностью нам поверит. О том, что Трамп уже сейчас меняет геополитику, пишет и американское издание Foreign Affairs. Иностранные лидеры постепенно начинают осознавать, что через гон Трамп действительно может вернуться в Белый дом. И это оказывает влияние на их политику в отношении США. Так, одни откладывают принятие решений, ожидая, что через год они смогут заключить с Вашингтоном более выгодные сделки. Другие начинают искать способы защититься от возможных рисков, анализируя варианты того, как возвращение Трампа может ухудшить их положение. Отныне в любых вопросах, от переговоров по климату и торговле до оказания поддержки Украине или попыток убедить президента Российской Федерации Владимира Путина, лидера КНРС Диньпина или наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бинь Сальмана действовать нужным образом, возможности Байдена и его внешнеполитической команды оказываются все более ограниченными. Потому что теперь их зарубежные коллеги оценивают обещания и угрозы Вашингтона с учетом вероятности того, что через год им придется работать с совершенно иным правительством, пишет Foreign Affairs. Два послания для Европы. Чего опасается ЕС? Евросоюз опасается, что с возвращением Трампа вернется напряженность между двумя сторонами Атлантики, пишет ливанское издание Asos Media. Премьер-министр Бельгии Александр Декроу заявил, что Европа должна быть готова остаться в одиночестве, если Трамп вернется в Белый дом. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала потенциальную победу Трампа на президентских выборах явной угрозой для Европы. Министр финансов Германии Кристин Лагард, выразил уверенность, что усиление европейской конкурентоспособности станет лучшим ответом на возможную победу Трампа на выборах США. Трамп жестко критикует президента США Джо Байдена и его политику, в том числе за сближение с Европой, участие в конфликте в Украине и возобновлении поддержки НАТО. Брюссель видит в этом два послания. Во-первых, если Трамп станет президентом, он перевернет всю внешнюю политику США с ног на голову. Его приоритеты кардинально отличаются от приоритетов Байдена. Вероятно, что Трамп бросит Европу, перестанет поддерживать Украину и откажется от враждебного курса в отношении России. Во-вторых, лозунг Трампа «Сделаем Америку вновь великой» говорит о том, что экс-президент ставит внутреннюю политику выше внешней. Он сократит обязательства США перед Европой, прежде всего огромную финансовую и военную помощь Украине. Трамп будет настаивать на том, чтобы Европа заплатила за ту защиту, которую США оказывает ей при помощи НАТО. Он также, вероятно, выйдет из международных организаций соглашений, таких как Парижское соглашение по климату и Всемирная торговая организация. Перспективы возвращения Трампа в Белый дом заставляют европейцев задуматься. Нужна более суверенная Европа, у которой есть союзник – США, но которая не должна от него зависеть, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Определенные шаги готовы предпринять и Германия, которая призвала к созданию единой европейской армии. Хотя ранее Берлин был самым ярым противником этого шага. В Европе также возросло число голосов, призывающих к укреплению отношений с такими государствами, как Китай, Индия, Бразилия и другими перспективными странами Африки и Азии. Однако избавиться от американского влияния не так просто. Балканские войны 1990-х годов выявили хрупкость Европы, а украинский конфликт и вовсе сделал ее придатком Америки. Вашингтон не упустил возможность шантажировать Брюссель, используя свое влияние для дальнейшего ослабления Старого Континента и вмешательства в его решения и политику, констатирует ACES Media. Трансатлантический антагонизм. Как Европа готовится к тарифной войне? Европейская комиссия приступила к анализу последствий выборов президента США в ноябре 2024 года. В частности, рассматривается сценарий, при котором Трамп выйдет победителем, пишет Bloomberg. По словам высокопоставленного европейского чиновника, стиль поведения Трампа становится все более агрессивным, поэтому страны ЕС должны быть готовыми к результатам выборов в США. Ранее, во время пребывания Трампа на посту президента, США ввели тарифы на сталь и алюминий из ЕС, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Евросоюз отвесил собственными контрмерами. В 2021 году после прихода к власти Джо Байдена Брюссель и Вашингтон достигли соглашения, и тарифная война была приостановлена. По данным Bloomberg, в случае победы на президентских выборах Трамп вернется к протекционистским мерам в отношении ЕС. В частности, будет введен минимальный тариф в 10% и контрмеры против европейских налогов на цифровые услуги. Одной из причин подобных действий является недовольство Трампа и его сторонников отказом Евросоюза занять более жесткую позицию по отношению к Китаю в вопросах введения пошлин и ограничений на стратегические инвестиции китайских компаний. Трамп использует торговлю и тарифы в качестве переговорной тактики, чтобы заставить страны действовать в интересах США, сказал Стивен Мур, один из советников Трампа в вопросах экономики. По его словам, политика Трампа в отношении Европы будет зависеть от того, как европейцы будут действовать в плане снижения тарифов на американские товары. Однако введение базового тарифа в размере 10% задумано не только как мера око-за-око. Мур считает, что это принесет США миллиарды долларов доходов, которые дадут Вашингтону возможность снизить налоги для американских производителей. Стивен Чунг, представитель предвыборного штаба Трампа, заявил, что экс-президент намерен использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для защиты американских рабочих. Будь то рабочие автомобильной промышленности, стали-литейной промышленности, работники технологического сектора или фермеры, Трамп не потерпит, чтобы другие страны крали наши рабочие места или подталкивали нашу промышленность к разрушению, сказал Чунг. Некоторые европейские чиновники уже сейчас пытаются наладить отношения с республиканцами, чтобы в будущем избежать трансатлантического антагонизма. Так, в сентябре 2023 года министр иностранных дел Германии Аналена Бербак посетила Техас и Вашингтон, чтобы встретиться со сторонниками Трампа. В беседе с Блумберг Бербак заявила, что Европа должна быть готова работать с Трампом, если он победит. При этом Блумберг отмечает, что на самом деле торговая политика Байдена имеет много общего с подходом Трампа, продвигавшего лозунг «Америка прежде всего». Так, при Байдене был принят закон о снижении инфляции, который предлагает огромные субсидии для производителей в США. Данный закон стимулирует европейских компаний переносить свой бизнес в Соединенные Штаты, что наносит удар по экономике Европы и грозит старому свету деиндустриализацией. Однако для европейских элит кандидатура Байдена на посту президента США выглядят предпочтительнее, нежели Трампа. Так, канцлер Германии Олаф Шольц открыто заявил, что рассчитывает на переизбрание Байдена. Трамп не спасет. Почему Америка не станет вновь великой? В ноябре американским избирателям, вероятно, предстоит наблюдать матч-реванш Трампа против Байдена. Но даже если Трамп победит, то вряд ли ему удастся сделать Америку вновь великой, пишет издание European Conservative. Едва ли Трамп с его мальчишескими выходками и нелепым нарциссизмом годится в президенты, отмечает издание. И все же кандидатура Трампа выглядит предпочтительнее Байдена. При нынешнем президенте США южная граница страны оказалась раскрытой. Согласно официальным данным, с 2021 года через мексиканскую границу в США прибыло около 6 миллионов нелегалов. Это привело к миграционному кризису и обострению ситуации в Техасе. При Байдене деградировал военный потенциал США. Отправляя оружие Украине ради прокси войны с Россией, Байден опустошил американский арсенал. Производственные мощности США не способны достаточно быстро заменить переданные Украине ракеты и другие боеприпасы, чтобы удовлетворить потребности Вашингтона в случае вооруженного конфликта с Китаем, пишет European Conservative. Более того, вооруженные силы США, которые состоят исключительно из добровольцев, столкнулись с острейшим кадровым голодом. Нет более важной обязанности у руководства США, чем защита нации от врагов и обеспечения безопасности границ. Байден провалил этот экзамен и лишь ускорил внутреннюю разобщенность и упадок страны. Сможет ли избранный на второй срок Дональд Трап обратить спять эти катастрофические тенденции? Судя по результатам его первого президентского срока, на это особо рассчитывать не стоит, считает European Conservative. Американская газета The Hill обращает внимание, что кандидаты в президенты от республиканской партии неоднократно заявляли, что Америка приходит в упадок и лишь они могут остановить этот процесс. Издание согласно с тем, что Соединенные Штаты действительно пребывают в упадке. Однако в то, что республиканцам или демократам удастся вытянуть страну из пропасти, The Hill не верит. Ни один президент или партия не могут решить эти хронически переплетающиеся, глубоко укоренившиеся, системные, экономические, политические, социальные и культурные проблемы. Чиновники могут только затормозить падение и смягчить последствия, пишет издание. Всего The Hill выделяет пять признаков упадка США. Первый признак – неконтролируемый рост госдолга США. Счетчик национального долга США указывает на неизбежность американского упадка. С финансовой точки зрения это настоящая бомба замедленного действия, отмечает издание. Второй признак – низкая успеваемость учащихся. Если США хотят выбраться из болезненной долговой ямы, ей понадобится целое поколение блестящих творческих мыслящих студентов. Однако табель национальной успеваемости пока не внушает оптимизма. Лишь 29% четвероклассников и 20% восьмиклассников успевают по математике. Лишь 8% и 7% соответственно демонстрируют высокий уровень знаний. Общая успеваемость как по чтению, так и по математике снизилась даже по сравнению с разочаровывающими показателями 2019 года. Таким образом, борьбу с национальным упадком американская система образования проиграла еще до пандемии коронавируса. Третий признак – увеличение неравенства в доходах и благосостоянии. Низкий уровень образования, вероятно, лишь усугубит разрыв между богатыми и бедными. Более того, это приведет к дальнейшему сокращению среднего класса – гордости в послевоенной Америке. Четвертый признак – утрата американской идентичности и патриотизма. Наше население стремительно меняется. Ни одна современная нация никогда не переживала столь драматических демографических перемен. Напряженность в межрасовых отношениях назревала и раньше, но теперь может усугубиться, ускоряя национальный упадок, пишет Захил. И пятый признак – убежденность американцев в том, что политическая система США не работает. Презрение жителей Соединенных Штатов к политической системе зафиксировано в многочисленных опросах общественного мнения. Команда Трампа уверена, что лишь бывший президент сможет сберечь демократию, спасти нацию от вторжения мигрантов и остановить коррупцию президента Байдена. Демократы же наоборот. Полагают, что именно Байден спасет демократию и страну от Трампа, который станет авторитарным правителем и растопчет Конституцию. Таким образом, политическая система сломана настолько, что замкнулась на двух престарелых кандидатах с кучей изъянов и толкает Америку к еще более глубокому кризису, констатирует Захил.